Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа Квартирник. Мне сейчас вспоминается прошлым летом, когда я представлял группу ребят, которые пришли ко мне, я говорил, что они уже попали в книгу рекордов Гиннесса по посещению программы Квартирник. Вы знаете, пришло время еще одну сделать запись в этой книге. Прошу любить и жаловать, группа Зеркало. Добрый вечер. Добрый вечер, ребята. Вы знаете, если мне моя память не изменяет, это уже наша четвертая. Встреча. Мы о многом поговорили, когда встречались и о тональностях, и о пути на вершину, и о кумирах музыкальных. У меня есть такое предложение, я думаю, что наши телезрители не откажутся от этого. Если мы сегодня больше уделим внимания не разговорному жанру, а именно музыкальному жанру, и мы сегодня сможем вдоволь поиграть для наших телезрителей и послушать, реально, действительно послушать хорошую музыку. Иначе, да ни за что бы книга рекордов Гиннесса, телеканала Винной ТВ никогда бы не переписывалась. Алексей, прошу любить и жаловать, Василий, Илья и Иван. Вот такой у нас состав группы Зеркало. Ну и я, ваш покорный слуга, Олег Федоров. Программа «Квартирник» начинает свою работу в прямом эфире. И последняя подсказка, 541-25-40, телефон прямого эфира. Если будут какие-то вопросы к ребятам, звоните, и мы обязательно ответим на ваши вопросы. Ну а сейчас настало время музыки. Ну что, ребят, сыграем? Что у нас будет первым? Сыграем обязательно, и для начала можно поблагодарить тебя, что ты нас опять позвал в свою передачу. Спасибо. Нам это, заодно проверим, что-то немножко, раз, два, три, раз, два, три. Нам это безумно приятно. Что мы здесь у тебя в четвертый раз. Да. Да, и дай бог не последний. Раз, два, три вообще пропал звук. Звук там есть, просто чуть-чуть на мониторчик нас прибрали, да? Да, спасибо, что нас позвал. Мы желаем вообще этой программе процветания. Мы желаем ей, чтобы она жила, жила, жила. Ну а мы будем с удовольствием приезжать в гости и радовать вас самими песнями. Отлично. Первая песня называется «Пора». Пора да пора. Субтитры сделал DimaTorzok Снова нам снится Этот сказочный сон Про желтые листья И залитый фон Про небо и стали Про дни, что короче Что улицы в стали И прочее, и прочее А там стеной Иная пора И нам с тобой туда Мы по инерции След за планетой Все еще летние Кружим одни Ласково солнце Нам светит приветливо И дарит Последние Теплые Дни Знаешь, не важно Что будет там Дальше Но главное Чтобы Как дети Без фальши В холодные ночи Без долгого света И прочее И прочее И прочее А там Стеной Иная Пора И нам С тобой Туда Мы по инерции Вслед за планетой Все еще Летни Кружим одни Ласково солнце Нам светит Приветливо И дарит Последние Теплые Дни Теплые Мы по инерции Вслед за планетой Все еще Летни Кружим Одни Ласково солнце Нам светит Приветливо И дарит Последние Теплые Дни Теплые 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 У пара, у пара, у пара Ничего себе, ничего себе, ничего себе Я думаю, что не только я, но и наши телезрители, как мне кажется, заметили Илья, скажи, по сравнению с прошлым разом другое Василий, передай, пожалуйста, микрофончик Другое звучание гитары или мне это просто показалось? Другое звучание у меня внутри Поэтому другое звучание гитары соответственно Гитара это как бы инструмент все-таки А самое главное находится внутри Таким образом она из меня выходит В прошлый раз, по-моему, мы говорили, где душа у гитариста В грифе или в сердце, или в руках, в пальцах Все-таки мы подтверждаем, что оно внутри Душа у гитары Ну и у гитариста, соответственно, неотделимы они друг от друга Безусловно Алексей, тебе такой вопрос Есть микрофончик, да, передавай Тебе такой вопрос Каждое новое свершение, назовем это написание нового альбома Это определенный фундамент, да, можно назвать пирамиды По которой исполнитель, музыкант идет, 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 идет и покоряет ту определенную вершину Насколько сложно каждый раз садиться за музыкальный инструмент или там за нотный стан, чтобы проделать вот эту дорогу, дорогу к вершине этой пирамиды? Как результат написания альбома, например, если мы говорим Ну, ты опять задаешь философский вопрос Ну, как, по-моему, во второй передаче на этот вопрос, ты меня такой похожий задал, очень классный вопрос Значит, ты все-таки пересматриваешь программы Пересматриваешь, это естественно, потому что мы движемся в пространстве, мы идем, взрослеем Вот, и поэтому, как Илья, у него там меняет, он новые звуки какие-то наруливает, да, добавляется У нас, самое главное, это работа со звуком, это очень важно, тем более, что у нас не так много народа, 4 человека И каждый должен играть очень четко свою партию Вот мы сейчас, Василий Васильевич, значит, я показываю песню, как этот процесс, да? Да Показывай песню, Василий Васильевич берет, подбирает правильный рисунок ударный Ты сейчас рассказываешь о технике А я тебя прошу рассказать мне, каково это музыканту настроиться на покорение вершины пирамиды Каждый раз начинается сначала, а не жить на том багаже, который у тебя уже есть На предыдущем построении предыдущих пирамид А ты все равно живешь на том, что ты есть Ты идешь к вершине, но все равно у тебя багаж-то, фундамент остается вот этот Поэтому это вопрос такой, скорее, правильного отбрасывания лишнего Вот так я думаю, что ты лишний-лишний отбрасываешь, отбрасываешь И то же самое, как мы в материале, как в технический момент, что мы лишний отбрасываем И я думаю, что с одной стороны мы начали играть сложнее, а с другой стороны и более простые рисунки Более простые рисунки Но которые нужны Да, я понимаю, сложнее Василий, вот Илья говорит Другое звучание, там это, что меняется за эти годы в группе «Зеркало» по отношению к твоему музыкальному инструменту Кроме как, да, раз-два-три, бочка, раз-два-три, бф, чарлик Итак, что меняется в звучании ударной установки самого музыканта Я понял, да, но здесь, можно сказать, все идет от головы То есть, вот, насколько я понимаю песню То, что, как сказал Алексей, сначала он пишет песню И насколько я ее понимаю, настолько я ее и играю на данный момент То есть, чем я ее лучше понимаю, тем лучше играю именно в духовном плане и, можно сказать, в техническом Да, и, соответственно, вот, как он уже сказал Сначала мне важно придумать рисунок Чтобы он очень подходил под голос Там, ну, с гитаркой, чтобы тоже, конечно, сочетался Но основа, то, что Причем рисунок я не выдумываю Я беру рисунок уже из того, что голос спел, гитара сыграла Вот, и я оттуда беру этот рисунок и пытаюсь его играть Вот, в принципе, так это дело обстоит Алексей уже решает, пишет мне, что я навоял, плохо или хорошо То есть, примерно можно накидать на компьютере что-то, а потом сыграть живем Так, тогда передавай Ивану микрофон Я хочу ему задать вопрос Вот, Иван, скажи, пожалуйста Вот мне, как дилетанту, ну, так я себя обзову Что меняется, вот, когда придумали бас-гитару, ну, в какой-то определенный момент, да? И вот сейчас, что меняется в рисунке игры на бас-гитаре И самоузучание бас-гитары в том плане, что, там, я не знаю, большая доля, да, там малая Понятно, что бум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум А что можно прибавить в рисунке в игре бас-гитары? Ну, лучше, наверное, не прибавлять, а наоборот что-нибудь убавить Ага, это уже, это уже, да, да, да. Ну вот они хлопают все. Сейчас, пока мы в телевизоре. Да. Ну, действительно, скорее можно что-то убавить. А так, что меняется? В бас-гитаре в основном у меня струны меняются. У Ильи там, у него душа, у него душа меняется, да? Ну, я не уверен, что… Ближе-ближе микрофончик, ага. Да-да-да. Моя душа где-то ходит, тоже меняется. На самом деле, все меняется в человеческом теле, атомы меняются там полностью за какие-то там циклы. То есть, мы меняемся вообще полностью, даже физически. Что еще тут можно добавить? Слушайте, мы прямо… У нас что-то мы ударились в такую прям… Не музыкальный, да, получается. Ну, естественно, поговорим еще о многом. Отдавая Василию Васильевичу микрофон, Иван. Почему? Потому что… Ну, давайте уже немножко и поиграем. А я… Пока звучит музыка, я буду другие вопросы каверзные придумывать… Да, другие каверзные вопросы для ребят придумывать. Что, кстати говоря, и вам советую. Потому что номер телефона уже есть на ваших экранах. Остается только дотянуться до телефона и позвонить, задать вопрос ребятам. Ну что, у нас практически все готово для того, чтобы мы сыграли музыку. Следующая песня называется «На восход». Тоже неплохо. Город затянут сном, Моя ночь, мы с тобой вдвоем опять наедине. Лишь ветер что-то шепчет в тишине. Минувших дней, забыв поток, Смотрю на звездный потолок, Который с рассветом, Мерцающим светом плывет на восток. В небе на самом краю Ночь переходит в зарю. И так очевидно, Все это не зря. Вот только жаль, что рядом нет тебя. Тебя по маленькой земле Так медленно кружу гуляю, Не глядя на название улиц С каменных высот. И в спящей полумуле Усталых взглядом провожаю Осколки звезды стают в тыс, Летящих на восход. На восход, на восход, На восход, на восход. Дорог здесь каждый миг, А места, к которым так привык, Отдают легко. В утренней прохладе Всем тепло. И прогоняя все печали вон, Понимаешь сердцем и умом, Что так же, как и ты Этот мир не может без любви. В небе на самом краю Ночь переходит в зарю. И так очевидно, Все это не зря. Вот только жаль, что рядом нет тебя. Тебя по маленькой земле Так медленно кружу гуляю, Не глядя на название улиц С каменных высот. И в спящей полумуле Усталых взглядом провожаю Осколки звезд и стаю птиц, Летящих на восход. На восход, на восход. На восход, на восход. На восход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неплохо, неплохо. Алексей, тебе как автору музыки слов такой вот вопрос я придумал. Готовься. Скажи, пожалуйста, в твоем музыкальном багаже те песни, которые ты слушаешь других исполнителей. Тебе когда-нибудь хотелось написать на то или иное произведение, например, стихи, другую музыку, чтобы она походила мне, как тебе, казалось бы, гораздо лучше, чем вот та, что есть? У нас есть такие. Вот у нас, например, «Окно» мы играли в прошлый раз. Это как раз на стихии Зинаиды Гиппиус. У нас есть песня, но мы ее сегодня не покажем, ее надо делать на стихи Есенина. И есть песня на Михаила Светлова. Так что я думаю, что на следующий раз мы подготовим. На Есенина очень, мне кажется, получилась такая хорошая. Есенина, мне кажется, настолько поэтичная. Да, да, и прям вот я прочитал стихотворение, и прям сразу родилась мелодия. Так что я думаю... Илья, тебе вопрос. Да, передаем микрофончик. Скажи, пожалуйста, ну, я сейчас беру самый, наверное, такой хит всех времен и народов «Ес Тудей». Да. Да? Вот ты можешь себе представить, если бы слова были бы «Ес Тудей», а музыка была бы другая? Нет, вообще никак не было. То есть это настолько единое целое... Ближе микрофон. Настолько единое целое, что я не могу представить себе это всё раздельно. Я почему задаю этот вопрос? Мне кажется, что есть такие слушатели, зрители, которые иногда слышат музыку, они слышат слова, ну, слова о чём-то поют, да, а иногда есть зрители, слушатели, которые слушают стихи, и уже потом, да, что они оказываются под музыку. Знаете, иногда музыка настолько прекрасно преподносит, преподаёт текст, что смысл, он проявляется. Не зная языка, всё равно на одних ощущениях, на одних чувствах понятно, о чём это песня. То есть я старый бетломат, то есть я начинал... То есть у меня была огромная коллекция и пластинок, и записей, и магнитофонных, и вся стена увешана фотографиями бетлов. То есть я попал в точку. Ну, абсолютно, да, да, да. Потому что хиппи, да. Да. Мир и любовь. Вот, Форева. Так что, на самом деле, я ушёл куда-то. Куда-то ушёл. Да. Ничего страшного. Ну, по крайней мере, мы поняли, что есть, да. Василий, принимай микрофон. Я, ну, почти, может быть, такой же вопрос. Единственное, что... Ну, возьмём любую другую песню, не знаю. «Мусорный ветер, дым из трубы, плащ природы, смех сатаны». Вот для тебя в этой песне что первичнее? Слова Григоряна, да? Или музыка его? Не только в этой песне. Вообще, в любой песне важно. Это 99% для меня. Это слова. То есть, когда вот люди спрашивали, я так ответил 99%. «Да ты что? Я думал 5». То есть для меня 99%. Естественно, это человек говорит. То есть можно, если просто откинуть весь этот антураж, выбросить гитары, барабаны, просто встать и что-то говорить. Ты же говоришь. Это то же самое. Хорошо, я понял. Лёш, тогда тебе такой вопрос. Видишь, я сейчас прохожусь по многим группам. Тебе достался Пинк Флойд. Тебе достался Пинк Флойд. Но если мы вспомним многие альбомы Пинк Флойда, будь то «Стена», будь то... Ведь там больше музыки, чем слов. И если уж разбирать эти слова, то там, я не скажу какой-то глубинный смысл в этих словах. Но музыка, извините меня, это Пинк Флойд. Согласимся. Это немножко другое направление, формат. Поэтому это обусловлено у них так, что у них мало слов и больше музыки. И какой музыки философии. А вот да, я о чем и говорю. Просто Василий говорит, что для него слова, да? Определённые исполнители, наверное, это слова, да? Если мы берём Пинк Флойд, то, наверное, это потрясающая музыка, аранжировка, звучание. Ну, это всё. Это настроение, которое одной музыкой даётся одно настроение. Нет, Вася, наверное, имел в виду смысл, что много групп, я не буду там говорить, что не вкладывают никаких усилий в слова. То есть даже какая-нибудь прикольная музыка, а ты слушаешь слова, ну, вот как вышел там, не знаю, там чай попил, покурил и всё. И ничего у тебя не цепануло. Слова – это очень важно, конечно, в песне. И для меня это тоже. Ну, не 99%, но большой процент, раз это песня, это слова. И закольцуем эту тему. Я почему и задал вопрос, ты немножко ответил, но немножко в другом ключе, как я. Хотел бы, чтобы ты на неё ответил на этот вопрос. Есть какая-нибудь песня, любая песня, любого исполнителя, который, на твой взгляд, под эту музыку звучали бы лучше другие слова, или эти слова звучали бы лучше под другую музыку? Ну, «Миллион алых роз», если бы они звучали бы не «Миллион, миллион, миллион алых роз», а «Миллион, миллион алых роз», что-нибудь другое. Ты будешь и в шансон. Вот хотелось бы тебе какую-нибудь в твоей музыкальной коллекции, в твоём шкатулке, ну, музыкальной, общемузыкальной, да, вот хотелось бы… А мне кажется, что вот на эти слова вот другая музыка подошла бы лучше. И тебе там «Аус, авторские права», с другой стороны, ну-ка, давай. И прессовать тебе там. Да. Но, тем не менее, вот не было такой мысли? Или настолько ты их воспринимаешь уже органично? Да, я вообще воспитывался на хорошей музыке, на хорошей советской эстраде. Там такие монстры, такие монстры пишут слова, и поэтому музыка и слова настолько неотделимы, и что «Миллион, миллион, миллион алых роз» – это гениально. Так же, как и те музыканты, которые сегодня здесь в квартирнике, поэтому откладываем в сторону микрофоны, берём, как говорится, «Арфы нет, возьмите бубен», и давайте уже сыграем и споём. Вот песня, которую мы хотели… «Миллион алых роз» – да. «Миллион алых роз» – да. Да, песня, которую хотел я показать, да, в прошлой передаче не успели, песня называется «Если». Ага. Сейчас немножко, чуть-чуть подзаводится прибрать вот голос, это из-за голоса. Ага. Что следующая песня? Быстро мы спели «Миллион алых роз». Поехали? Поехали. Если хранить, то есть, что мы не хотим, Если хотя бы раз, только всего лишь раз Просто без всякой цели, без высокопарных фраз Я бы тебя обнял, глядя в твои глаза Тихо так прошептал, как жизнь без тебя пуста Если хотя бы раз, только всего разок Кистью на белый холст, один нанести мазок Я бы нарисовал, если б, конечно, смог Как это все вокруг, так создал красивый Бог Я бы тогда уж точно больше вообще не спал Бодрства днем и ночью просто не уставал Сбросил все ярлыки, кончил палмаскарад И странствия без тоски был бесконечно рад Если хотя бы раз преодолеть себя Только один лишь раз, чтоб заглянуть в себя Я бы тогда постиг безумудренных книг Как этот целый мир вмещается в краткий миг Если хотя бы раз в шумном потоке масс Сердце свое послушать, услышать, как стонет в нас Может быть, я сумел, выстрадав свой удел Вымылить за других и перешагнуть в предел Я бы тогда уж точно больше вообще не спал Бодрства днем и ночью просто не уставал Сбросил все ярлыки, кончил палмаскарад И странствия без тоски был бесконечно рад Я бы тогда уж точно больше вообще не спал Бодрства днем и ночью просто не уставал Сбросил все ярлыки, кончил палмаскарад И странствия без тоски был бесконечно рад Сбросил все ярлыки, кончил палмаскарад Сбросил все ярлыки, кончил палмаскарад Сбросил все ярлыки, кончил палмаскарад Отлично! Да, да, я поэтому и делал такую паузу Я-то слышу, как и наши телезрители, которые только что до нас дозвонились И, как мне кажется, готовы задать вопрос А может быть, еще что-нибудь? Добрый вечер, давайте пообщаемся Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, во-первых, я хотела бы поблагодарить за хорошую песню Такая душевная песня Как раз вечерок такой дождливый Слушается очень замечательно Да Вот, а у меня два вопроса Первый вопрос Вот у вас чисто мужской коллектив Не было ли мыслей Или вообще Есть такая вероятность, что у вас появится, например, вокалистка Девушка Вы себя предлагаете сейчас? Ну, кто знает Вот, и второй вопрос В каждой, наверное, в каждом коллективе или в каждой компании Есть люди, которые являются его душой Его сердцем И, возможно, его двигателем Вот у вас кто есть кто? Можно я отвечу? Спасибо! Спасибо! Ну, второй вопрос я могу ответить сразу Кто является двигателем? Двигатель у нас и душа, и сердце Это Алексей Все идет от него Естественно, что он пишет песни И мы все это впитываем Стараемся впитать Насколько это возможно Передать то, что он хочет сказать людям Вот, все очень просто Вот, а на первый вопрос Насчет кто-то еще появится Кто его знает? Как она жизнь распорядится? Просто Может быть, мы моряки, конечно Ну, пока у нас девушек в группе не было Ну, я думаю, никто не против Ну, мы сюда просто переводили Нет, имеется в виду Там был вопрос по поводу пения Только по этой причине, может быть Там по поводу пения был вопрос Ну, естественно Да, поэтому у нас девушки еще не пели Но играли Играть играли, но не пели Да Алексей, тебе вопрос Скажи, пожалуйста Я просто немножко его переделаю Хотя вот дозвонившаяся девушка Спросила по поводу Попробуй, да? Женский голос А какой еще музыкальный инструмент Ты попробовал бы в группе «Зеркало»? Не попробовал бы, а не есть Эти музыкальные инструменты Значит, вот то, что мы сейчас записали Диск, сейчас сводим его Я думаю, что надеюсь, что к осени Мы наконец-то закончим это делать Там есть скрипка Булат Гафаров Который музыкант Который с нами тоже, в общем, принимает участие Андрей Сидоренков, между прочим Электрогитара Который тоже, в общем, никуда пока не делся Мы сотрудничаем, работаем Поэкспериментировать Я бы еще, наверное, добавил бы В некоторые инструменты клавиши Мы, кстати, вот сегодня не взяли эту песню Вася, Василий Васильевич сделал подклад Аранжировку Да, очень интересно Там скрипки, клавиши Надо было просто дополнительно еще строить звук И потому что фанеру пускать И по поводу вопросов Значит, то, что Вася начал По поводу души Это, конечно, спасибо большое Но я считаю, что это Немножко так поскромничал Вася Я думаю, что все мы Есть как раз то составляющее Что мы Весь организм Весь организм, который называется зеркало Конечно, и те люди, которые принимают в этом участие По поводу По поводу Васярова Он просто сидит на втором плане Поэтому он все время хочет Очень культурно так Красно Я хотел сказать, что идет все равно от тебя, Алексей Тут ты спорить не надо Да Мы подхватываем, да Но идет от тебя изначально Спасибо По поводу первого вопроса Значит, у нас на самом деле был такой опыт Пения с девушками Это Маша Шорстова Которая пела в мюзикле Чикаго Кошки главной роли Вот мы тоже сотрудничали Был такой опыт И, кстати, мне понравился Очень неплохой Да, потому что есть лирические песни Такие романтические Где вот сочетание двух голосов Было бы очень круто Но Часть программы Да, часть программы Это надо делать А так вот у нас Вконтакте можно Набрать «Зеркало Москва» Добавиться туда И что-нибудь писать туда Все очень просто И там же В общем-то и бэк-вокалы свои Записать для группы «Зеркало» Друзья мои Давайте не будем терять время Не будем терять Потому что, как всегда Его может не хватить Песню называют «Джаз» Но на самом деле она фанки Так, просто я Но мы считаем, что это панк Да, а на самом деле это панк Нет, панк не панк Сразу, сразу Работает о том, что это панк Нет, а на самом деле это панк Нет, просто не панк Вот он Нет, не панк Пусть мне покажет ветер, как, как тают облака. Грусть навевает вечер, навевает, а пока, навевает, а пока, навевает, а пока. Я сяду у окошка и тихонько закурю вдаль, погляжу немножко на вечернюю зарю, Вечернюю зарю, вечернюю зарю. На уснувший городок, джаз усталый, опустился на часок. Белый-белый закружился вновь зимой, Первый снежный заиграл над головой, разыгрался надо мной. А там, где-то возле океана, На песчаном берегу Ждет, ждет меня моя Оксана. Я однажды убегу, возьму и убегу, Ей-богу, убегу К ней, с ней валяться под волнами, Ей, только ей я все звезды подарю. Мы уплывем под парусами, Вот только докурю, сначала докурю, папироску докурю На уснувший городок, джаз усталый, опустился на часок. Белый-белый закружился вновь зимой, Первый снежный заиграл над головой. Ваня! Василий Васильевич Иди, подавай! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну, слушайте, шикарно, шикарно. Пока мы, понимаешь, тут играем, ну, я тоже немножко подыгрываю, по крайней мере, что называется, у нас есть телефонный звонок нашего телезрителя, давайте пообщаемся, добрый вечер. Здравствуйте. 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 Меня зовут Петя, я бы хотела задать вопрос музыкантам. Давай. 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 Очень сложно научиться играть на гитаре. Вот такой вот вопрос. А сколько тебе лет, Петя? Понял? Это на самом деле вопрос Клея, потому что он педагог. Потому что он умеет играть на гитаре. Потому что он единственный из тех, кто умеет играть на гитаре. Нет, ну лучше всех группе, я бы сказал, я бы сказал, что просто лучше всех в группе, я бы не сказал, что я такой же прям мастер. Но педагогикой я занимаюсь давно уже, то есть уже лет семь, восемь, скоро уже будет старший педагогический. И отвечай на вопрос Петя. Нет, на самом деле можно научиться играть на гитаре у меня, пожалуйста. Я могу оставить свой телефон. Сейчас используем эфирное время в рекламных целях. Конечно. Я беру немного, в общем, как бы занимаюсь тщательно, не меньше часа, полутора. А вообще, в принципе, конечно, то, что касается труда, но без труда не вытеши рыбку из пруда. Гитара – один из самых сложных инструментов. Я вот хочу предупредить сразу. Несмотря на свою популярность, как бы, да, естественно, можно выучить там 3-4-5-6 максимум аккордов и, пожалуйста, играть там песни любимой группы, там, не знаю, «Чай в кино». Ты сейчас обо мне рассказываешь, я понимаю. Ты сейчас обо мне рассказываешь. Да. Вот этому можно научиться, ну, как бы, аккомпанировать себе и петь. Я думаю, что это задача по силам, если там, ну, год, там, полтора заниматься. И чтобы к этому лежала душа. Да. Чтобы к этому лежала душа, ну, естественно, как бы, какая-то элементарная моторика в пальцах. По крайней мере, они понимали наши команды и сигналы. Ну, это правда. Пальцы левые, правые руки. Тогда все в порядке, у вас все получится. Такой, продолжаю. Вопрос. А почему девочки, когда берут в руки гитару, вот у них, я вот не встречал, ну, по крайней мере, очень мало, я встречал девушек, которые, ну, реально играют на гитаре. Ногти мешают. Ага. Ну, теперь я понял. Прожив столько лет, я получил ответ, мучаясь все эти годы, я получил ответ за одну секунду. Ну, что ж, тоже неплохо. Так. Пока у тебя микрофон. Общий вопрос. Если откинуть такой патриотизм группы «Зеркало», то у меня такой, может быть, немножко провокационный вопрос. Как музыкант? Каждый из вас как музыкант. Илья, в какой группе ты хотел бы попробовать себя? Какая музыка тебе интересно было бы применить в своей навыке, в какой группе? Как музыкант? Вот я честно скажу, я бы хотел попробовать себя в «Бригаде С» с Гариком Сукатемом. Нет, но я уже давно об этом думал. Это вопрос уже готовый. В принципе, группа «Аквариум» — группа «Аукцион». Вот. Первая группа, почти все бетломаны стали впоследствии аквариумистами, да, и любителями БГ, да. То же самое со мной произошло. А то, что касается группы «Аукцион», это такая советская психоделика постсоветская. Мне безумно нравится. То есть и драйв, и, собственно говоря, сумасшедшие безумные песни и тексты, все которые пишут там Дмитрий Озерский, клавишный групп «Аукцион». Так что вот я думаю, что я ответил на вопрос. Так, пока ты передаешь микрофон Алексею. Список большой, на самом деле, потому что я бы, конечно, «Царство Небесное» стоим бы с удовольствием, если был бы доставлен такой чести. Да. Я бы с удовольствием поиграл бы с «Чижом». Мне очень нравится «Чиж». «Воскресенье» Никольский. Это классика. Согласен с БГ. Не я его зовут. С БГ. Нет, с БГ. С БГ поиграл бы. Да, а так и зарубежных, если брать, я бы поиграл бы, конечно, со «Стингом». Да, растроится. Да, да. «Пинг Флойд». Спасибо. На шуршалке такой. Знаете, в «Пинг Флойде» я бы поиграл и на треугольничке. Да, да. Понимаете? Вот честно скажу. Василий Васильевич, тебе вопрос. Где вот хотелось бы попробовать, я не знаю, «Блэк Саббит» на заре? Ну, хотелось бы, наверное, в «Зеркале», если позовут. Я предупредил, что отбрасываем патриотизм группы «Зеркало». Ну, это не патриотизм. Мне действительно нравится. Мне, во-первых, нравится делать что-то свое. То есть, ну… Василий, когда я ему задаю вопрос, он всегда уходит от прямого ответа. Вот мы… Нет. Это прелюдия. Сейчас я подойду. Сейчас будет ответ. Слушайте, у нас эфирное время, где прелюдий не предосмотрим. Без прелюдий. В общем, мне нравится играть что-то свое. Ну, где хотел бы постучать? А так, наверное, все-таки кино больше, да. Кино? Да. Понятно. Передавай Ивану микрофон. Судя по бороде, я даже затрудняюсь. Судя по бороде, в церковном хоре мы… Вот мне хотелось бы… Вот ему группа «Дорс». Ну, группа «Дорс», да, но не зовут. Зизитоп. И давно не зовут уже, причем. Ну, почему… А почему бы и нет? Ну, да. Кстати, да. Классные ребята. Согласен. Вот такое великое множество, что я даже не знаю, куда пойти. То есть, я смотрю, думаю, ну, может быть, в «Роллинг Стоунс» пойти. Может быть, даже к Дэвиду Боу пойти, да. Ну, да. Что-то, думаю, с бородой не возьмет, наверное. Потому что у него, я так смотрю, басисты, они там… Кто у него там вообще? Девушки, по-моему, какие-то. Ну, неважно. Менять пол придется. Ну, слишком много условий, да, то есть, входящих. Поэтому, ну… Приходится играть в зеркале. Поэтому приходится быть патриотом, да. Понимаешь. Не, на самом деле, шутки в сторону, но нравится всегда играть что-то… Ну, что-то свое, как сказал Вася. Если в «Роллинг Стоунс» разрешат играть свое, то я пойду в «Роллинг Стоунс». Ну, я уверен, что разрешат. Почему? Потому что буквально Мик Джаггер дозвонился. Да. Да. Ну, конечно, дозвонился до нас и хочет, чтобы после программы подписали контракт. Ну, а если серьезно, наши телезрители всегда впереди планеты всей. Слушаем вас. Алло. Да. Наверное, это самое фоном идет. Ребят, нечаянно вас… Спасибо, очень понравилось. Никуда вам не надо ходить. Играйте сами, как вы есть. Спасибо. Как вас зовут? Спасибо. Как вас зовут? Спасибо. Меня зовут Василий. Всего хорошего вам. Я вас понимаю, Василий. Так же, Василий Васильевич, как вашего барабанщика. Спасибо. 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 Спасибо большое. Насмеялись, конечно. Да. Ну, а теперь уж извиняйте, пришла пора. И действительно, как сказал наш телезритель, ребята, не надо никуда. Давайте уже играть все вместе группа «Зеркало». Пришла пора слушать очередную композицию. Ну, давайте еще на пару песен. Успеем? Я предлагаю сейчас «Даль», и потом, когда будем уже заканчивать «Море». То есть покажем вот последние композиции, что мы немножко музыканты. У нас есть такая заготовка сегодня. Да. А сейчас мы покажем вот такой… А сейчас покажем просто свои инструменты. Сейчас мы покажем в классике русского рока, что мне тоже очень близко. Кстати, у нас есть клип на эту песню. Он выложен в ВКонтакте. Группа «Зеркало Москва». Можно посмотреть. Ну, и перешлете к нам на «Видное ТВ», и мы тоже у себя на страничке «Видное ТВ» выложим. Группа «Зеркало Москва» Посмотри в это небо бескрайнее Окунись в это озеро тайное Послушай, как в сердце широкое Бьется душа одинокая А душа твоя тонкая, робкая Бросится птицею, бросится ввысь Бросится, бросится, загнанной носится Врваться стаи птиц Глаза твои столько ветра От дорог ноги избиты, уставшие Вера в быту утонувшая Надежда в тревогах застрявшая А слезы, как море соленое Слепые мечты несмышленые Да все не о том Да все не о том Да все не о том А там над головой Молчаливая даль Разодетая головой Но там в сердце твоем Напомнит печаль Еще раз о нем Эх, еще раз Но там над головой Молчаливая даль Разодетая глой Там в сердце твоем Напомнит печаль Но еще раз о нем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, я уверен, что в этой песне Вы показали не только инструменты Но и действительно и музыку И музыку, и то настроение, которое присутствует Вы знаете, пока сейчас слушал Мне такая мысль в голову Мне такая мысль в голову пришла Что я уверен, что уже буквально совсем скоро Мы будем вновь переписывать Книгу рекордов Программы Квартирник Вот мне прямо вот показалось, что Естественно, не крайняя, как говорится, да Наша встреча И вот хочется, я думаю, и наши телезрители меня поддержат Что хочется еще раз уже на будущее Сразу говорю, пригласить вас еще сюда на программу Спасибо большое, Олег Спасибо Дай Бог Спасибо Не буду больше задавать своих глупых вопросов Остается буквально у нас несколько минут Поэтому, как и было обещано Композиция Композиция моря Море Я хочу сказать нашим телезрителям Огромное спасибо, что вы все это время были вместе с нами Программа Квартирник Выходит на телеканале Видное ТВ Смотрите, а главное Сейчас слушайте хорошую музыку Всего доброго До свидания Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok